Никого больше не ждем, да? Кто-то опоздал. Ну, будет проще, наверное, в общих чертах, потому что я, честно говоря, не наблюдаю практически ни одного свитчера, поэтому все люди такие уже продвинутые. Я в двух словах не знаю, просто вы меня останавливаете, когда я буду говорить о тех вещах, которые вам нафиг не нужны. Потому что так или иначе, я так готовился, собирался очень много людей прийти, начинаю сейчас, они все как раз кричали, расскажи, да расскажи, и что-то куда-то все заблудились. Может быть, в туалете, в смысле? В туалете, что ли? А, ну, может. Ладно, начнем, что есть. Всем добрый день. Я, собственно говоря, сделал файлик, ну, не знаю, опять, если кому-то потребуется, специально то, о чем я планировал рассказать, тут все я, как иначе, собрал в одну кучку, со ссылочками, вот, тут ссылочки даны, то, откуда это можно будет скачать, если это платная программа, то рядышком стоит стоимость, сколько это стоит. Нет, это уже без меня, пожалуйста. Я представляю еще отчасти ту сторону, которая должна бороться с торрентами, хотя сам я другого мнения, поэтому в торрент это без меня, пожалуйста, уже. Вот. Итак, сперва плееры. Я специально их все в этот раз собрал в одну кучку, сделал себе тут, чтобы не лазить, не искать, чтобы мне глазки их видели. Итак, в основном, когда люди только переходят на Mac, у них создается масса вопросов, потому что в основном по умолчанию все сталкиваются с iTunes, и начинаются вот эти сами злобные выклики, сами знаете, ой, у вас кроме iTunes еще нету, это же невозможно слушать, это же как-то тяжелое, это громоздкое, это непонятно. Тут можно спорить, можно спорить, кому-то нравится, кому-то не нравится. Я в своей жизни, говорится, использую iTunes много для чего, но не как музыкальный плеер, но я его использую. Вот. У меня много для чего используется. Как музыкальный плеер есть масса других вариантов, которые, честно говоря, их приходится искать. Человеку неподготовленному реально приходится где-то искать, потому что такого какого-то места, чтобы взять и понять. Ну, опять же, с другой стороны, если говорить о Windows, по умолчанию человек тоже получает там страшный медиаплеер, который выглядит получше страшнее, чем iTunes, намного. Вот. И даже в 7-ке он как-то страшновато выглядит, не претерпел особых изменений. А найти что-то прилично, типа того же Fubara 2000 на видео, это тоже надо очень сильно постараться вообще понимать, что это такое. Вот. Поэтому я вот хочу на данный момент представить плеер, который вот аналог, можно сказать, упомянул там мой, любимый мой Fubara 2000 на винде, на Mac'е это называется Kog. В принципе, это то же самое. Плеер, который умеет читать все. То есть вот реально абсолютно все. Любые файлы, форматы файлов. То есть у него нет формата файлов, которые бы он не понимал. Более того, это один из немногих плееров, который умеет поддерживать образы дисков. То есть, ну, буквально, наверное, не один из немногих, а единственный, который поддерживает образы дисков. Для меня это важно, потому что я для себя, как какую-то, скажем так, просто вот, я когда покупаю диск, вот, я диски в таком виде не держу, я покупаю, я сразу дарю их. Я себе делаю образ, а диск кому-нибудь дарю. У меня в свое время была одна из больших коллекций. Я когда-то давно-давно считался очень известным коллекционером. Но где-то лет, наверное, 12 назад меня это все жутко достало. И я начал все это оцифровать. Вот спиро оцифровал винил, потом понял, что мне этого мало. Кстати, о виниле я плачу до сих пор. Это единственное, о чем я пожалел, что винил как раз и не надо было оцифровывать. А вот всякие компакт-диски оцифровать было обязательно нужно. Потому что они занимали у меня, ну, примерно столько же, сколько сегодня мне занимают книги. Это целую комнату. Поэтому, соответственно, я постепенно-постепенно все это перевел в цифровой формат. И от них отказался. И сейчас я делаю именно образ диска. То есть, почему образ диска? Потому что, если по какой-то причине мне нужно будет восстановить саму болванку, это делается буквально одним нажатием в каком-нибудь записывающем устройстве, там, или бесплатном, в каком-нибудь верном, или в тосты, в чем угодно. Поэтому образ диска, который сохраняет полностью структуру самого диска. Именно с зазорами, со всеми остальными. Даже если диск изначально имеет какие-то дефекты, он их сохранит. Поэтому лучше, конечно, делать образ с исправного диска. Вот. То есть, ког у нас читает любой формат. Поддерживает все виды тегов. Единственное, с чем он почему-то не очень корректно работает, наверное, из какого-то такого вредного принципа, он плохо поддерживает теги как раз родного яблочного формата. Он их тупо не читает. Вот это единственные теги, которые он почему-то не читает. То есть, если мы загрузим сюда М4А, то есть, получим как раз просто трек один, трек два, трек три и так далее. Вот, пусть получим пустоту. Все остальные он читает хорошо. Любой кодировки. Вот. Он один, опять же, из немногих плееров, который поддерживает яблочный пульт. Что довольно-таки тоже приятно. Работает с Last.fm. То есть, многие тоже эта штучка баловываются. Я, в частности, подключаю, чтобы это шла трансляция скромная, так сказать, чего вы там слушаете. Ну, а во всем остальном, это вот как раз простой, легкий, не сильно загружающий, говорится, процессор-плеер. Можно только вот работать по плеер-листу, как у меня он нескончаемый здесь. То есть, я в нем быстро ориентируюсь, в принципе, может, есть поиски и все остальное. Можно сортировать тоже по жанрам, почему угодно. Так что, если нужен просто плеер, и самое главное, плеер, который будет точно, вот, заведом прочитать любой формат, то, конечно, это COG. Это COG. Можно, конечно, запустить его. Ничего тут особенного. Видим, он без каких-то особых таких красивостей. То есть, он без особых красивостей. У него нету каких-то особых таких вот, ну, не знаю, там, оболочек, какого-то очень жуткого макстайла такого. Он простой, кондовый, работоспособный. Это хорошая рабочая лошадка и простой плеер. А как они с тегами? Вот я только что об этом рассказывал, когда некоторые по телефону говорили, любые. Кроме яблочных тегов. То есть, вот, именно единственный формат тегов, который они поддерживают, это Алаковские. Все остальные, абсолютно любые, из образа, то есть, из QE файла, из сами теги, там, абсолютно любые кодировки прочитывают. Абсолютно любые. То есть, ну, у меня проблем с ним не было, будем так говорить. Потому что, как те, которые я сам делаю, как те, которые мне приносили, люди, сделавшие на Windows в своих кодировках, да? То есть, и Unicode, и Виндовая кодировка. Ну, на Mac'е, в основном, кто делает образа, они не ставят маковскую кодировку, и Unicode сразу ставят. Поэтому не знаю, как он, скорее всего, маковскую точно что-нибудь прочитает. Поэтому, скорее всего, вопросов нет. Вот. То есть, ну, вот, можно просто посмотреть, здесь вот довольно-таки большой плейлист. Вы не увидите нигде никакой битой кодировки. Или пустой кодировки, опять же. Ну, я устану его листать, он большой. Нет, эквалайзер здесь есть, по-моему. Сейчас секундочку углянусь. Визуалайзер? Нет, визуалайзера нету. Визуалайзера нету. Нет, нет, нет. Нет. Тут, собственно говоря, в основном все заточено под хорошее воспроизведение звука. Ну, будем так говорить. А во всем остальном, ну, я не знаю, красивости, наверное, это не для него придумано. Минимизация просто вот так вот. Ему внизу его нету. То есть, вот он там волтается в доке, и все. А больше ничего здесь нету. Так, достройки, вот, как я уже сказал, тут все, пульт есть. Last FM. Это настройка выхода. Никаких особых изысков. Все очень просто. Горячек на клавишах. Все. Он, как я уже сказал, примечательен прежде всего тем, что он читает любой формат. Это основное. Если мы, опять же, вспомним тот аналог, который проводил Виндовый, с чего все ищут это, Fubar 2000, если мы не берем сторонние сборки, которые существуют, потому что сам родной Fubar, он такой же примерно аскетичный. У него нет ничего. Потому что есть большинство людей, которые ставятся на винде Fubar, и они там делают все возможные. Там есть куча всяких... Это же открытый проект какой-то. То есть можно что угодно там собрать самому. Тут, насколько я помню, я боюсь вот собрать, но, по-моему, тоже есть скины всевозможные, которые люди собирают сторонные. Это сколько угодно. Я этого не знаю, мне это просто не нужно. Потому что, когда я слушаю музыку, мне нужна на него музыка. Я не собираюсь смотреть на его обложку или еще на что-то другое. Это у меня другая задача просто. То есть она играет музыку и играет самое главное. После него, пожалуй, я бы обратил внимание на вот этот плеер, Vox называется, бывший 2-плеер. Вот, это, наверное, вообще, ну, скажем так, с точки зрения минимализма, король. Может, в принципе, вот, больше ничего нету. Можно, конечно, включить еще всякие дополнительные у него... Тут можно добавить всевозможные плагины. Не знаю, насколько им нужны, кто любит всякую обработку. Навешать сюда всяких эффектов, которые тут есть по умолчанию. Ну, яблочные в основном, конечно. То есть можно добавить фильтров там, компрессоров, еще чего-то такое. Насколько нужно для прослушивания музыки, честно говоря, я не знаю. Потому что это все-таки вещь для обработки. А задача плеера это музыку все-таки играть. Ну, то есть их можно навешать, можно их удалить потом. Вот, также можно вывести другими простенькими эквелайзер. Ну, с пресетами, конечно. Тоже вещи, как видим, они на них особенно не акцентируют. Внимание. Плейлист у него еще смешнее. То есть мы загружаем какие-то... Давайте что-нибудь загрузим. Ну, вот. Вот он начнет играть. И вот так вот выглядит плейлист будет у него. То есть это... А? Да какие поиски, господи. Это вот такой минимальный клейер. Меньше не придумать. Все, что можно, еще можно добавить либо перемешивание, либо закольцовку. Ну, у него есть другая фишка. Кто, говорит, опять же, любит минимализм. Это мы вот уберем. И вот видите у нас в меню баре управление темплеером. Это можно, кстати, отключить на стройках, если вам это не нужно. Он хорош, прежде всего, тоже тем, что он ест любые форматы за исключением образов дисков. То есть, куи файлы вы ему скормить не сможете. А всевозможные тоже обезьяны, флаки, вафпаки, все что угодно. Яблочные. Ну, вот я только что загрузил М4А Алак. То есть, соответственно, все что угодно. С тегами хорошо работает. То есть, он все проиграет, кроме образа диска. То есть, и плюс он вот такой. Ну, у него, опять же, вот у него точно есть скины прямо на сайте. Причем есть другие скины можно скачать. И есть они в сети. Ну, я не знаю. То есть, это как раз для тех людей, кому нужно как можно меньше всякой ерунды у себя, чтобы болталось. То есть, вот его включил, кинул музыку, он ушло в меню бар и играет себе что-то. Вот. Это об этом плеере. Итак, дальше. Дальше. Дальше вот такой забавный плеер, который так просто называется Play. Он уже более избрано играет. Он играет уже не все форматы, но большинство. он сможет проиграть и в Афпак, он сможет проиграть и яблочный формат. Большинство форматов проиграет, тоже в образе диска не играет. И у него идеология библиотечна, будем так говорить. То есть, тут нас сперва добавить, нельзя просто файл сразу начать играть, нас сперва добавить в библиотеку в его, вот которая внизу, а из нее уже потом нужно добавить в плейлист. он при этом копирует? А не, не копирует, это просто путь. Просто путь. Соответственно, как бы, у него там библиотека есть, вот в библиотеке ищешь, ну вот поиски есть, вот, и по большому счету тут особых-то изысков у него нету, то есть, только то, что он опять же играет большинство файлов. То есть, я сейчас делал акцент, потому что чаще всего любители музыки, пришедшие на Mac, они всегда задают вопрос именно про lossless файлы, потому что с mp3 это более-менее понятно. И тот же самый iTunes, как раз у многих, он нарекания вызывает тем, что он, ну, практически ничего не играет. Там с натяжкой можно, подключив флюк, проиграть флаг, и тут уже через большие грабли. А так, это в основном либо вейвы, либо это яблочные какие-то форматы, там, либо а-лак, либо а-кват, либо mp3. Поэтому я акцентировал на то, что вот, если человек ищет на чем проиграть, мы предположим, вовпак, который в последнее время стал популярнее, чем многие другие форматы, то вот, пожалуйста, в том числе и вот этот плеер. Вот. Если мне память не изменяет у этого... Так, сейчас я гляну, просто я подзабыл уже сам. А, кстати, забыл еще сказать, у него еще довольно-таки неплохой редактор тегов есть, собственно, то есть его можно использовать как тег-редактор. Опять же, если говорить об iTunes, то там то же самое. Потому что ни у Koga, ни у Vox нормальных тег-редакторов нету. То есть, а тут полноценный тег-редактор, собственно говоря. Что? А давайте попробуем, так как я тем самым не пользуюсь. Чего кто знает? Давайте посмотрим. Судя по тому, что разрешают, уже, значит, можно. Можно. А всякие там хитрые вражения. Хитрые вражения это что? Ну, там, взять название файлов, просто тег-редактор вырежет. Обычно, когда нет тега, не сам файлов. А, ну, так как мы не видим здесь название самого файла, то это вряд ли. Там, ну, шутка, даже не видели. Нет, я такой функции здесь не вижу. Давайте посмотрим просто опять же здесь прямо в самом редакторе. Так, сейчас мы это отменим. Так. Это что такое? Вот, честно говоря, так я сам это не делал, то сейчас это вот сам насквоз на какую-то непонятную функцию. Но, кстати, надо покопаться, поэтому я, наверное, на это сейчас не отвечу. Да, он, по-видимому, просто пошукал по этим сам, как же, по справочникам, да. Вот. Все. Нет, то есть, более ничего хитрого я тут не вижу, по крайней мере, для массовой, а вот для штучной, там еще есть неактивные, неактивные какие-то, не, они остаются неактивными. А, ну, опять же, поиск по отдельному файлу тоже есть, уже открывается другой базы. Все. Нет, пожалуй, все. Ну, этого уже достаточно. Отдельно, если для тег, у меня тут есть несколько тег-редакторов, можно отдельно потом о них поговорить. Я сегодня их не планировал, потому что и так вот такой вот запланированный объем. Можно чуть-чуть отдельно потом поговорить, потому что о них есть. Потому что теги, на самом деле, это больное на маке, полноценного тег-редактора, такого, какой есть на винде, да, тега на ренейм, знаменитый, этого просто аналога тупо нет вообще. Вот, к сожалению. Ну, я думаю, еще напишут. Потому что так или иначе, раз появляется востребованность, очень много уже появилось, потому что если даже сравнить, что было недавно, то есть ничего совсем, мы сейчас уже появились какие-то программы, и даже многие плеера и какие-то другие софтины себе как дополнительную функцию ставят редактирование тегов, то есть это видно, что люди понимают, что раз спрос, как-то реализуют. Дальше пойдем. То есть особенно останавливаться больше на нем нет особого смысла. Если просто будет вопросы какие-то, мы опять же вернемся. Ну, пошли программы, можно сказать, смешные. Давайте начнем сперва с певчей птицы. Это вот очень смешной плеер, который я совершенно не понимаю. Я на нем пристально наблюдаю, потому что он обновляется довольно-таки активно. Запускается очень долго. Да страшное дело, я называю жуткие пародии на iTunes. Они зачем-то захотели создать второй iTunes. Mozilla решила создать свой плеер на основе браузера и создали еще один iTunes, только страшнее. Да, да, да. Страшное дело. То есть вот мы видим перед собой собственно говоря iTunes, можно сказать, только извращенный. В чем хитрость? то, что предположим, слушая музыку и делать то, что в iTunes, мы можем, предположим, полазить в интернете. Я не знаю, это задайте уже тем, кто придумал вопрос. Да нет, связка есть, потому что он использует эти свои возможности, у него куча всевозможных плагинов, так же, как можно вишать плагины на Mozilla, так и тут можно вишать всевозможных музыкальных баз, где, предположим, слушая что-то, он начинает рыскать в интернете и рассказывать об этом исполнителе чего-то там или еще что-то. Сейчас. Честно говоря, я уже забыл, как это делать. Но помню, что он должен показывать. О, пошел лиц. То есть, у него... у него... О, нашел на вот тут что-то. А, это он предлагает послушать. У него очень много подключается всевозможных баз типа LastFM. Какие-то платные, какие-то бесплатные. Подключается он встроенное радио, которое должно быть альтернативой тоже iTunes-овскому радио. М? Ну да, то есть, по большому счету, оно как бы такой именно музыкальный браузер. Как они сделают что-то, скрестив именно музыкальный плеер с браузера? Музыкальный браузер как таковой. Кстати, вот последняя вот эта версия, которая недавно тут специально планируя рассказывать, поставил свежую версию, она мне кажется менее удобной, потому что в предыдущей версии снизу была вот такая панелька. Я почему бы, что я сейчас просто ее скачал, буквально не изучая даже детально, а в предыдущей была вот такая панелька, и это было удобнее, потому что в этой панельке как раз рассказывалось об исполнителе, и плюс еще предлагались, где билеты можно на концерт купить и так далее. Что-что? Сейчас посмотрим, да-да-да. Темы. А вот нифига. Но это надо надо снова его изучать. Так как я считаю его плеером смешным, но не могу про него не рассказать. Открыть в интернете. Ага, это адрес предлагает открыть. Причем и сегодня ведь это находил. нет. Слишком много всего лишнего. Ничего нужного. Загоровки. Чего-то только нет. А, вот, кстати, они вывели сбоку. Тут концерты. Тоже всякая вот такая ерунда. Нет, боюсь, я сейчас этого не найду. Это надо более долго искать, потому что я знаю, что это у них есть, что это было, а вот куда это они засунули в новом. Потому что я-то его у себя не держу, и я его буквально в свое время изучив его, рассказав о нем, я его тут же выбросил. И с тех пор он несколько раз обновился. Очень много всего. Оставим это занятие. Вот, в целом как бы мы поговорим все-таки как о плеере, потому что наша задача все-таки в основном это музыка, да, а не все эти излишества красивые. Вот, то есть по большому счету у него уже с форматом не так все хорошо. Он проигрывает почти все оси форматы, проигрывает флаг и проигрывает яблочные. И все. Вот. То есть так как это iTunes-образная вещь, то соответственно у него даже похожая реализация сортировки поиска и так далее. И даже сбоку меню откровенно слямзенное. Потому что опять же, я честно говоря вот этого не понимаю, зачем люди делают второй iTunes только хуже. Потому что даже если взять их не первые наработки, может у меня на сайте странились скриншоты, еще когда я бы заливал, когда он только вышел, он совсем по-другому выглядел, и он был на самом деле интереснее, потому что он был оригинальный, будем так говорить. Вот тут они вообще откровенно делают второй iTunes, я честно говоря не понимаю. Ну кому-то может надо. Мало ли там, зачем-то как браузер действительно его использовать, развлекаться вот этот вот специальный. Открыл. Ну да, а как же? А как же? Вот. Ну и наконец плеер, о котором лично я за последнее время очень много рассказывал, вот, он мне кажется забавным, плеер с мандариновым запахом, называется Камиентино. Ну он чем-то похож на самом деле на тот, что мы. Да, кстати, вот сейчас заиграл шум, у него это такая фишка, у него в расширениях есть дождь, гипно-жаба, еще какой-то новой, недавно добавили в новой версии. Да, 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 то есть, наверное, мяукаю. А вот, больше шуметь шуметь вот так. Да, да, то есть, предположим, можно включить какую-то музыку и она будет играть одновременно с шумом. Получается такой, амблик. Нет, в этом что-то, вот я когда работаю, мне это нравится, вот из-за одного этого я, в принципе, одновременно даже держал, я включаю какую-то музыку и вот шум дождя и чертовски писать удобно. Да, конечно. Конечно. гипно-жабу включаю. А вот это, я сейчас не знаю, это для маньяков. Это гипно-жаба. То есть, в принципе, он чем еще интересен? Помимо, как я сказал, вот этих вот всех особенностей с шумом дождя, и так далее, у него тоже система собственной базы, но она у него такая, собственно говоря, умная, будем так говорить. Вы сразу же прописываете место, откуда он должен брать библиотеку, и он сам за ней следит. То есть, буквально, если вы там добавили файл, он сам добавляет, она тут же появляется, у него обновляется сама. А если вы убираете туда файл, она исчезает из библиотеки. То есть, можно даже сейчас поэкспериментировать. У меня подключена тут одна лось и библиотека, сейчас мы ее просто тупо отсюда уберем. Нету! Все пропало. Он сказал, нету ее. Давайте положим ее, покладем ее обратно. Ну, давай, покажи, что ты оправдан. А вот тут уже умничает. Там он быстрее сообразил. Алло! Что? А, плейлисты, плейлисты понимает, да. И теги, да, прописал. Он работает по системе базы и плейлиста. Честно говоря, что-то он меня удивил. Потому что, в принципе, работало, я подключал ему даже флешки. Да, конечно. Кокс с плейлистами абсолютно хорошо работает. Он, в принципе, с любыми плейлистами работает. честно говоря, не понимаю, почему он так себе странно. Потому что, в принципе, работала эта функция нормально. там просто все, все, я понял. Я просто там очень много файлов. Поэтому, соответственно, все, да. Я просто на это не посмотрел. Я... удалить-то ему проще, чем добавить столько. Просканировать же все надо. Уже теги добавляют, все остальное. После этого, вот, они добавляются в эту базу данных. Вот. И мы просто берем то, что нам нужно, добавляем его сюда. и уже отсюда слушаем. Также, вот он, как я уже сказал, со сменными носителями работает. Причем, он может работать, воспринимает iPhone как сменный носитель. Так, носители. Ну, мне сейчас ничего не подключено. Вот он. А? Да-да. То есть, вот можно подключить его как сменный носитель. Кого вытаскивает? Крайник. У него эта функция есть, но, честно говоря, мне она у него не нравится. Вот. Потому что она как-то работает очень криво и не всегда, не всегда так, как хотелось бы, будем так говорить. Задача же небольшая. Взять файл и вытащить и оттуда добавить. Да. То есть, он это делает, но просто, предположим, хочу 10 файлов туда вытащить, и оттуда вытащить, предположим, 7. Вот. Потом сможешь, какие он оттуда не вытащил. Вот. Ну, в основном, работает в целом, да. То есть, как таково, это можно. Ну, сейчас это уже не фишка. Уже столько вышло программ, которые это делают намного лучше. В том числе и бесплатные. Нет, есть бесплатная программа. Буквально недавно ее... Нет, они не бесплатные, она стоит доллар. 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 Айфон выявил. Да, с ума сойти. 30 рублей. Проезд метро столько стоит. С вами все будет сферы? Да. Да, абсолютно нормально. Вот я говорю, что у меня специально проба подключала флешка. Нет. Ну, я согласен. Так не надо все программы покупать. Зачем же покупать все программы? Вот. Это, да, это тема такая. Вот. У него тоже есть подключенные плагины. Можно слушать с платных и неплатных ресурсов какую-то музыку. Честно говоря, я считаю, эта вещь абсолютно бесполезная. Вот. Но кому-то может быть надо. Я считаю, есть более удобная программа для прослушивания чего-то из сети. Ну, эта функция есть. Но у него совсем плохо с форматами. Будем так говорить. то есть он практически читает те же форматы, что этим. То есть каким-то вот особым форматом таким вот уникальным, ради которого стоит его ставить. То есть это в основном ради всех таких фишек, особенно там какого-нибудь вот этого вот дождя, да? То есть в принципе это вот только ради этого. Да, как второй плаг. Я говорю, что вот его можно держать именно хорошо, когда что-то делаешь, вот там, такое, что требует, чтобы все отключить лишнее от себя, да? Ставишь какую-то фоновую музыку, ставишь вот этот дождь. Кстати, иногда просто включают дождь, он просто не шумит. И очень удобно. Ну, пожалуй, наверное, все. То есть плееров больше, то есть о них можно рассказывать дольше. Я просто взял те, которые хоть какую-то изюминку, будем так сказать, имеют. То есть вот это то, на чем мы можем слушать, и я старался акцентировать то, что мы можем слушать в файлы, которые не может воспроизвить iTunes, да? по тем или иным причинам. Или которые, предположим, здесь просто воспроизвить удобнее. Что еще надо рассказать в этой теме? Во-первых, мы рассказали, а смотри, слушать, нам надо как-то сделать же все это еще, да? То есть у нас вот есть компакт-диск, мы не хотим иметь компакт-диск, мы хотим иметь файлы или образ диска. Для этого нам нужны программы для превращения самого диска файлы. То есть в полтавре буквально мясорубка такая, которая превратит его в фарш. Можно и в буквальном смысле слова, потому что среди людей музыкальных mp3 принято называть фаршем. Да. Ну, это тоже такая тема холиварная, потому что уже, наверное, не десятилетие, ну, не десятилетие, конечно, полтора десятилетия бьются люди, одни говорят, что разницы никакой между лохлесом и mp3 для человеческого уха нету. Другие говорят, что мы вам докажем, что есть. Третьи говорят, давайте я вам слепую дам послушать лохлес, как говорится, и mp3 вы мне докажите. И вот это все никто не может победить, будем так говорить. Итак, вот мы скормили диск, мы запустим программу, которая считаю лучшей. Конвертеров тоже сказал уже много, мы обратим внимание только на некоторые. Это конвертер, который умеет, как сказать, конвертируют многие, но корректно, хорошо сделать образ диска, меня вот это волнует, может только эта программа. Она, по большому счету, мы говорим опять же об аналогах, так как я рассчитывал все-таки не на продвинутых людей, а на свечеров, люди искали аналоги как лосси, так и лосс-эсформаты, которые могут настраиваться дополнительно тоже. Частую сэмплиру можно установить, если это лосс-эсформат, если лосс-эсформат, то можно установить битрейт, переменные, постоянные и так далее. Вот. Можно установить куда, какие установить, какую кодировку установить. то есть сегодня мы уже об этом неоднократно говорили, а об установке кодировки. То есть можно либо уникод установить, либо еще какую-то, в зависимости от того, какие у вас требования, какие у вас плеера, насколько для вас это критично. Также прописать базы поиска в интернете данных. Тут по умолчанию есть некоторые, можно свои прописать. Ну и самое-то, ну тут тег-редактор тут настроить можно. У него, кстати, неплохой тег-редактор. И самое-то главное, это точная настройка работы привода. Тут как раз можно установить пропускатель, включать обработку C2. Можно, ну всевозможные другие настройки необходимые установить здесь, которые вам нужны. Есть просто классические, у меня по классике настроено. И вы уже сами выбираете, что вам нужно. То есть настройок очень много. самое главное, посмотрим сейчас его в действии. Закроем. Смотрим его в действии. Вот. Он сидит в доке и у него, кроме как в строке меню бар не появляется ничего как такового. У него понятия является интерфейс, когда мы уже подключаем к ним либо файл, либо диск. Если это файл, то мы drag and drop просто бросаем на иконку в доке. А если это диск, как в нашем случае сейчас, мы просто находим, вот оно, аудио сидит. Вот он нашел, что у нас здесь есть диск, который уже определился. Пока мы болтали, он залез в интернет, в базу данных и нашел теги этого диска. Сейчас он проверит зазоры. Это он проверяет как раз сейчас по настройкам на самом диске. Это может занять какое-то непродолжительное время в зависимости от диска. Как я уже сказал, так как задача сделать корректную копию самого диска, то, соответственно, как бы включенные настройки у меня в том числе пропускать C2. Да, обложку он не нашел, но обложку, кстати, можно уже добавить любую сюда прямо сейчас во время редактирования. Также можно тут кодировать не все, а можно только нужные теги. Ну, я говорю, что нужные файлы. Снять галочки с каких-то файлов или наоборот установить их, которые нам нужны. Или вообще один файл оставить, который мы решим изграбить. Вот. Второй, как положено. Все у нас есть. Можно что-то поправить, что-то прописать. Опять же, все классические настройки тегов. Давайте просто у меня нету скана этого. Давайте любой просто какую-нибудь картинку закинем сюда. Что-нибудь найдем. Я тут ее в Бринер сегодня был мне нужен. Я ее в Бринер находил. Давайте ее кинем сюда. О, красавица. Вот, собственно говоря, в принципе готов для работы. Так, у меня здесь сейчас включены все треки. Отмениваем. Тут можно установить, хотите вы, собственно говоря, образ диска, да? Или по треку, в зависимости от того, что вам нужно. Вы выбираете. То есть, если бы не нужны были все, я бы вот сделал, выбрал все треки, сделал образ диска. Ну, кстати, образ диска можно сделать и не с всеми треками, а выбрать тоже нужный мне. Так. Отличных треков не включал. Я выбираю обычно, так как я чаще всего просто делаю копию диска, выбираю образ. Вот, спрашивает, куда. Исчез сам диск, потому что он загрузил его. Диск старенький, поэтому довольно-таки долго. Че у меня и этот сам, сам привод не очень-то хороший. Не знаю, будем ждать или плюнем поверить на это дело. Плюнем. Плюнем, я просто лучше... Параллельно работаю. Параллельно, так просто надо о другом рассказать. Нет, диск нужно, плюнуть. Ну, в принципе, можно здесь действительно пока плюнуть. Лишь бы не завешало ничего, что вот он у нас. Вот, и еще есть вот такой макс. Вот он тоже довольно-таки простой. Вот он, оказывается, с диском сидит, аж компьютер дрожит. Вот, в нем можно, наверное, все-таки на что-то одно делать, потому что он мне нормально работать не даст. Давайте я его просто сейчас завершу. Вот у меня и то, и другое начнут ссориться. С трехлетней давности приводом, конечно, не очень просто. Завершил программу. Лучше со сграбленным каким-нибудь. Потому что у меня там есть образы, я на образах лучше покажу, потому что привод не очень хороший. Он нам только будет мешать жить. И так, макс. Вот здесь тоже, собственно говоря, можно очистить меню, диск на основу вставить или вытащить его лучше вообще, чтобы он не мешал. О, он потерялся. О, вытащился. Все. И так, макс. Вот, макс. Собственно говоря, здесь можно точно так же что-то конвертировать. Давайте попробуем. У него, кстати, я сейчас о настройках пару слов. У него можно, во-первых, выбрать тоже разные форматы. И, что интересно, у него можно выбрать сразу несколько форматов, обработку сразу нескольких форматов. То есть, выбрав из этого богатого списка необходимый вам тип как говорится, файла. То есть, тут и контейнер, и кодек, то есть, ну, все, что вам нужно, вы выбрали. Добавляете его плюсиком вот сюда. У вас появляется здесь выбор. И вы потом просто ставите галочки на тех форматов, которые вы хотите получить на выходе. Ну, на случай, вот я когда сегодня ставил программу, я ради интереса просто поставил MP3 и обезьяну. Так же здесь можно настроить, куда это все конвертировать, настройку самого РИПа, настроить типы тегов, можно что-то прописать заранее, чтобы нам прописывалось, не знаю, сколько это нужно, и отправку там в iTunes и так далее. То есть, настроек тоже хватает. Давайте мы что-нибудь сконвертируем. Давайте того же самого нюанса. Санкцион. Ну, давайте его бринера. Возьмем его и скормим Максу. Ну, вот, собственно говоря, сейчас только на конверт можно, опять же, поправить метаданные. Они тут уже прописаны у меня, поэтому он подхватил те, которые уже были в файле. Добавить обложечку можно. Она уже есть у нас. Он подхватил существующую из того файла. Поэтому нажимаем просто конверт. Ну, так как у нас тут не завязано в данном случае на мой привод, он начал сразу шуршать довольно-таки быстренько. Ну, пожалуйста. MP3 чуть дольше получился, потому что, естественно, сжатие. Все готово. То есть, удобно, когда, предположим, вы делаете вот что-то, записали подкаст, к примеру, да, и вам нужно два формата. Один облегченный для какой-то версии, да, предположим, 96 битрейт, а другой более качественный, не знаю, 196, предположим, да, 192, или там 320 вообще. Вот, вам для чего-то нужно. К примеру, очень удобно, можно делать сразу же, не надо делать двойную работу, сразу же одновременно нажали, можно три там, как угодно. Вот, и для каких-то целей вот такой. Или, предположим, вам нужен чистый лав и MP3, к примеру. Вы бросаете сюда что-то, нечто, предположим, другое, не вахну, какой-то другой, скажем так, не сжатый. А? Нет, он только один обрабатывает поток. То есть, соответственно, у каждого есть свои плюсы, будем так говорить. Я не могу сказать, какой из них лучше, у каждого просто задача. Вот, этот не умеет образы делать. То есть, соответственно, я держу оба, оба бесплатные, поэтому это может себе позволить, и не очень занимает место, будем так говорить. У каждого есть какая-то своя вкусность. Вот. А, еще XLD намного корректнее работает с поиском данных в интернете. То есть, вот у этого, когда мы скармливаем его диск, он плохо практически не находит ничего. Теги, да? То есть, XLD, он, в 90% случаев, если это не какой-нибудь русский, или, не знаю, новый-гвенейский диск, то он чаще всего, или пиратский, да, то чаще всего теги он находит сразу же. Иногда даже бывают варианты, и он предлагает, что-то есть три варианта этого диска, выберите, который вам больше подходит. Можно выбрать один, не понравился, выбрать другой, и так далее. Вот. как говорится, тут просто разные задачи, и оба с ним справляются хорошо, с этим задачей. Давайте еще раз вернемся к первому, и тоже скормим ему такой же. Ну, не так, так как я обещал показать все-таки работу как диск, так как мы не скормили ему сам диск, мы скормим ему какой-нибудь образ диска. Давайте скормим ему образ диска. Вот, он тоже посчитал, что он нашел, что мы компакт-диск ему вставили. Вот, он нам предлагает теги, либо можно опять же их поискать в интернете другие, если мы посчитали, что-то что-то не так. Вот, он нашел два варианта. Два варианта, можно поменять их. Вот. Ну, собственно говоря, поменялись. Опять же, можно делать либо все, либо некоторые. Так как у нас вся уже быстренькая. Если у него есть, почему искать? Потому что мы же диск ему как бы даем, у него есть повод, так сказать, поискать. Если в файле у него данных нет, как он их найдет? Нет, если в самом, знаете, как прописывать корректно в имени файла, то есть имя трека, потом через тире там имя исполнителя, то есть он может попытаться найти. То есть таким образом может найти. Но, опять же, возможны ошибки. То есть он тоже, как вы что показали, предложит список, и вам нужно самому подобрать, который подходит под ваш случай. Либо ничего можно найти. Потому что с диском проще. Диск он просто по коду находит. У диска есть код, но он по нему находит в базе просто. Вот и все. У меня, к сожалению, нет таких просто файлов, чтобы такой эксперимент сейчас провести. Но в принципе он находит. в принципе находит. Иногда были очень удивительные вещи, потому что скармливаешь ему какую-то вещь, он говорит, что это совершенно другая штука. Вот. Ну вот уже тоже. Да. Вот так. Он нам больше не нужен, мы его закроем, чтобы он не мешал. Ага, я зател уже. Так. Что я еще? Так, здесь, наверное, все. Дальше. Аудиокниги. Конвертация. Хватит. Потому что есть еще, их очень много. Особенно в последнее время какое-то невероятное количество. Особенность возможных мульти-конвертеров, которые и видео конвертируют, и аудио, все в одном, какие-то громоздкие, страшные, с какими-то ножницами, еще что-то такое. Я за последний год пересмотрел какое-то невероятное количество конверторов. Даже сперва описывал, потом плюнул, потому что, ну, они все, как братья-близнецы, все страшные, неудобные, непонятные. Я люблю, когда каждый отвечает за свое занадание. Я не люблю комбайны, в принципе, ни в технике, ни в софте. То есть я люблю, когда каждый отвечает за свое. То есть видео должен конвертировать в видеоконвертер, то есть аудио должен аудио. А когда попытается все объединить в одно и сделать это красиво, якобы юзера удобно, мне кажется, что наоборот очень сильно юзера начинает путать, потому что юзер не понимает многих вещей, начинает спрашивать. Много проще объяснить на отдельном взятом, на отдельной взятой программе, к тому же, если она бесплатная, взять себе отдельный конвертер для видео, взять себе конвертер для аудио, я больших проблем не вижу. Итак, аудиокниги. Что я там хотел рассказать? Я сейчас берем всю шпаргалочку. А, я хотел рассказать о том, для начала, нет, для начала давайте сперва поговорим о том, что это такое. Потому что аудиокниги знают все. У нас аудиокниги выпускаются уже давно. Аудиокниги, как я уже говорил, что я много лет назад решил отказаться от компакт-дисков и винила и так далее. И начал делать себе цифровые образы. Так и аудиокниги. Аудиокниги поначалу стали выходить у нас именно на аудиодисках. Потом стали выходить на mp3, но тоже на дисках. Но все это довольно-таки страшная такая вещь, но существует чудесное изобретение компании Apple, библиотечный формат m4b. Это тот же самый образ. Когда у вас вместо горы файлов, то есть вместо, не знаю, компакт-диска, где там, 500, или даже пускай не 500, пускай даже 100 mp3 треков, существует всего один или два или три, в зависимости от длины. Просто библиотечный формат ограничен длиной до 13 часов. То есть вы же 13 часов, если книга длится, а многие книги длятся и 26, и больше часов, это уже будет два или три файла. Она разбивает. Причем тут вы вольны сами тоже определить. Там в большинстве редакторов есть ползунок, которым вы сами устанавливаете. По-моему, если книга в общей сложности идет 20 часов, то глупо делить ее на 13 и 7. То есть намного удобнее поделить на 10 и 10. Вы сами устанавливаете это. Вот. То есть вот этот файл M4B, он удобен ровно тем, что, во-первых, это один файл, а не гора файлов. Этот файл, который содержит в себе дополнительные медиа-данные, именно медиа-данные. То есть можно на отдельные главы устанавливать иллюстрации. Это очень хорошо, когда нужно именно какие-то карты приложить, ну, какой-нибудь, предположим, там, не знаю, фэнтези, там, какие-то карты, подземелья, еще что-то такое. Можно просто прикладывать их во время создания книги. И если у вас соответствующий плеер, который позволяет просматривать, ну, большинство плееров обложку позволяет просматривать, таких полноценных, например, не маленьких, там, не шахфа, вот, а что-нибудь покрупнее, там, то, соответственно, у вас будет отражаться в этот момент именно та обложка, которая соответствует данного фрагмента. Вы при создании книги просто создаете обложку на данный фрагмент, и у вас будет именно разделение. Таким образом можно иллюстрировать книги буквально там, как нормальную бумажную книгу. Это раз. Второе, такая книга она всегда имеет некую, так сказать, память, закладку, да, то есть она играет с того момента, на котором вы остановились. Закладка книг родится или отдельно? Во-первых, существует именно так называемая память. Вот на чем вы остановились, с этого места она будет играть. Это раз. В книге, да, в файле, в файле. В файле, да. Самое интересное, что, предположим, вот у меня есть книги, у меня одновременно есть нано, у меня есть айфон, да, и я слушаю эту книгу на этом самом, как же его... Да, да, синхронизирует и везде... Да, саму закладку синхронизирует. Сам файл таскать? Честно говоря, не пробовал, надо попробовать, не могу сейчас этого сказать. Нет, наверное, не должно, потому что плеер не пишет внутри, да, то есть он пишет у себя в логах это все делать, да. Вот, и, ну, есть еще другая история. У нее же при создании книги вы создаете главы, то есть вы создаете нормальное оглавление, как в книге, поэтому, соответственно, если даже вам нужно перетащить сам файл, и вы помните, что остановились на пятой главе, или на двенадцатой главе, вы просто оглавление возьмете. А если у вас сделано более точное деление, предположим, пятая глава, вторая часть, к примеру. Может, смотря где, вот я у себя делаю очень детально, просто если глава большая, то я обычно делю ее на кучу еще под глав, это просто удобно. Мало ли, по какой причине там сбилось вот это вот глав. Перематывать можно, давайте просто на примере конкретных аудиок, мы сейчас запустим iTunes. Вот, там перемотка, она идет в виде специального оглавления, просто войдемся, даже дополнительное меню появляется. Так, ну, предположим, вот, так, алло. Дороги, а тот в него вцепился все-таки, крестный отец. Заберем набрат. Секундочку, беру звук. Вот, главы. Появляется меню главы, которого не было до этого, соответственно, потому что она чувствует, что ему сунули вот такой файл. Кстати, это касается не только этого, касается и видеофайлов, которые идут с файлом оглавления. То есть, если в MP4 ему скармливаете правильный с оглавлением, у него тоже появляются главы в iTunes. Точно так же можно перемещать, либо здесь, либо в ползунке управления, который сплощает. Ну, вот. Чуть дальше. Да, ну, не вопрос. Вот, можно, у меня же, видите, под главу просто, как хочу, так и двигаюсь. Я выбираю просто туда и мотаю. Нет, можно, конечно, и руками мотать, если хотите, на слух. Ну, это утомительно, потому что книга большая, то есть много часов. А, это точно так же, как музыку. Никакой разницы нет, собственно говоря. Просто вот это намного важнее. Потому что, если вы запомнили, что у вас там, не знаю, третья глава, восьмая часть, то намного проще вот так это сделать. Соответственно, если закладок, сколько угодно. Это касается не только вот этой книги. Как я уже сказал, это, в принципе, файлов такого типа. То есть, просто чаптерный файл создаете, да, с главами. И, соответственно, оно создает уже вот эту вот навигационную панель, да. То есть, в видеофайле это возможно. Вот у меня просто, почему вот меня спрашивают, до этого мы говорили немножко о видео, но так как не формат, мы не говорим. Почему я люблю формат М4? Ну, на самом деле, формат, матрешка тоже поддерживает движение по главам. Тоже там можно создавать файл с главами и тоже можно двигаться. То есть, и матрешка, и М4 в видео, да, они тоже позволяют двигаться по главам. В этом плане это тоже очень удобно, когда какие-то длинные вещи, и вам нужно там передвигаться, ну, удобнее просто. Вот. Это одна из причин, как я уже сказал, это всего один файл, который довольно-таки вмещается в гору других файлов внутрь. При этом, как бы, мы не теряем ни в качестве, ни в чем остальном, приобретая в более удобное что-то. Вот. Ну, естественно, опять же, надо учитывать, что этот формат не все плееры поделают. Если у вас какой-то там древний плеер, который читает только MP3, то он будет воспринимать как один сплошный кусок аудио, как обычный арт, да. Ну, это не только iTunes, то есть он читает достаточно много каких плееров он читает, и, кстати, на Windows он читает то же самое, Windows Media Player он читает, вот эти вот все главы, то есть важно, чтобы поддерживать, пресс-плеер поддерживал навигацию файлов. Так, это именно по самому формату. Кстати, а по формату, если вообще вопросы какие-то есть, вы задавайте, то мы уйдем дальше уже. Да, я тоже думаю. Что там, все понятно. Так, на аудиокниге. Я хочу рассказать о трех программах, в принципе, наверное, четырех, но четвертую я не стал ставить, потому что она стоит 40 долларов, я не знаю, стоит ли она того. Те программы, которые хочу рассказать, из них две бесплатные, одноплатные. Я сам пользуюсь платной программой, потому что стоит на всего 10 долларов, и я считаю, что абсолютно как бы себя оправдывает, потому что умеет то, чего не умеют другие программы бесплатные. то есть вот это, создать проект, вот эта программа, которая как раз позволяет создать тонкую, детальную вот эту навигацию с главами, с рисунками, с каким-то схемами. Да, я и хочу сейчас это сделать, давайте какие-нибудь лоси-то скормим ему, все что угодно. Ну вот, давайте эту самую, как же Катю Гордону скормим. Так, где-то есть обложка, у меня есть. Где-то была обложка. А вот же коверы. Вот, вначале мы добавляем сюда обложечку, тут мы как-то это называем, тут мы как-то это называем, имя книги, тут мы пишем автора, ой, я еще и не по-русски пишу зачем-то. Так, все. То есть мы создали как бы саму обложку книги. Переходим к созданию самой книги как таковой. Да, выбираем файлы, можно либо папкой бросить, либо просто выбором файлов. И перетягиваем, так я один файл забыл. Да, в принципе, да, неважно на самом деле, он все равно лишний не возьмет сюда. Если файлы не mp3, он их не добавит, скажет просто, что это что-то не то. Вот, он начал их добавлять. По умолчанию он добавляет их, если они пронумерованы, как у меня, 1, 2, 3, 4 и так далее. Он их добавляет именно по нумерации. Но все равно надо проверять. Вот, он сказал, что куча файлов совершенно не подходит, это не mp3. Вот, он их добавил. Так как у них есть теги, он сразу же простоял название. Он подхватил теги. То есть, если не прописано, то мы можем всегда это сделать вручную. Каждый файлик можно раскрыть, увидеть, из чего он состоит. И прописать. Можно поменять местами. Можно переименовать. Можно все, что угодно сделать. Вот, пожалуйста, мы сюда. И самое главное, вот видите, сбоку здесь есть место для обложки. Мы можем каждой главе присылать свою обложку. Поэтому, предположим, если мы хотим, у нас даже в главе есть несколько обложек, мы просто саму главу лучше делим на части, разрезаем, да? Вот. И просто каждый присылает свою обложку. Поэтому, таким образом, там можно какие-то схемы подземелий, там, как я уже сказал. Сам файл, конечно, да, порезать. А тут можно поставить? Тут можно их, как сказать, тут уже готовые файлы. Он сами файлы не режет. Он создает им виртуальные, как бы можно объединять, разъединять. А? Нет, нет, нет. Таким образом не получится. Да, да, да. Таким образом не получится. А поменять местами сколько угодно. Если, предположим, мы их неправильно сделали, то просто перетаскиваем как надо. Вот. Да, да, можно в разной папочке это делать. То есть в один файл сейчас объединил, да? Вот. Можно просто перетащить его, поставить перед. Вот. Как угодно. Вот. Есть возможность это потом обратно все разделить. Можно снова объединить. Ну, предположим, у вас там... Да. Да. Ну, ровно... Ведь это все, он сейчас отображает реальные файлы, которые мы вам скормили. Вот. Поэтому мы работаем... Угу. И Оскара чем-то разрезать, конечно. Нет, нет. Он работает с файлами. Вот. Он не занимается какой-то, не знаю, редактированием таким. Он создает... Он создает контейнер. Он создает контейнер. Вот чем дело. То есть, как бы... Мы сейчас то, что называется MOOC сделаем, да? Вот. Поэтому, соответственно, вот эти все функции у него... Не то, что у него ни одного такого библиотечного нет. Его задача взять вот эти ваши уже MP3-файлы, которые гора, и вы с ними уже можете похимичить. Предположим, как я уже сказал, у меня изначально, предположим, в MP3 было разбито главы на подглавы. А вам это не нужно. Вы хотите, чтобы это была одна целая глава. Вот вы можете вот так вот объединить все это дело. Как вот я только что объединил. Текст проверен. Что делать? Текст проверен. А, какой текст? Теги можно прописать. Какой еще этот текст можно? Теги можно прописать. Типа этого. Смысл? Бывает, когда интересно, что или на большей статье или на какой-то записанный тег правильно. А, для лекций для каких-то? Ну, честно говоря, нет. Такой функции я ни в одной книгодеятельной программе не встречал. То есть, как это бывает, лириксы, так сказать, да, в MP3-тегах имеется? Что-то типа этого. Нет, нет. Такого нету. Я понял. Нет, нет. Такого нету. Надо сдать им идею. Может, они это и прикрывают, честно говоря. А вот так вот картинку приложить необходимую, как иллюстрацию можно, если сделать его так. Далее. То есть, здесь мы предположим, все, что нам надо, уже сделали. То есть, мы собрали, разделили, все, что нужно нам, переместили местами, переименовали, как я уже сказал. Здесь вот можно переименовать, да? Если нету. В данном случае контейнера сплит, что он делает? Нет. Как я уже сказал, мы вот можем объединить три подглавы, предположим, в одну. А можем обратно их разделить. Все. То есть, это просто, как вот тут замочек очень корректно показан. Собрать файлы в один или разделить. Все. То есть, сами файлы он не режет. Он их либо объединяет в одно целое, потом в контейнере в одну главу, вот, либо, если мы передумали, разделяет их обратно, вот. Все. И после этого мы переходим уже к созданию самого проекта. Вот тут, тут мы выбираем уже, так сказать, качество, или как это можно сказать? Во-первых, мы выбираем именно само качество битрейта, да, то есть, уровень звука нет, не получится. А вот поменять битрейт, ну, опять же, как я уже рассказывал на одном из привычных семинаров, если вы изначально берете файлы 128, делать их 320, смысла особого нет. Кроме веса дополнительно вы ничего не получите. А вот уменьшить иногда имеет смысл, потому что мне иногда приносят книги, обычные речевые книги 320 битрейт, я, честно говоря, не понимаю, зачем такое счастье. 192, так говорится, вот это за глаза. Абсолютно. Вот, как и частота сэмплирования, ну, 44,1, конечно. Вот, но можно другую поставить. А тут мы выбираем тип файла. Опять же, мы выбираем один или библиотечный. То есть, просто куском, у них, одни файлы. Ну, только непонятно, зачем это нужно. Это будет обычный музыкальный файл. Нет, разметки не будет, разметка будет в М4Б. Ну, возможность есть. Надо, не надо, это уже каждый решает сам. Да, да, ну, можно. Опять же, тут, знаете, в каком смысле может быть? Вы, у вас есть гора файлов, которые разбиты на подглавы, да? Вы здесь собрали их как раз именно, чтобы было 1, 2, 3, 4. Ну, да, да. А тут просто собрали обычный музыкальный файл. Да, может быть, и так, да. Вот. То есть, соответственно, ну, это тоже... Что сделать? Это другая, мы потом к этому перейдем, другая программа. Вот. И тут, как уже сказал, длину, именно самого файла этой книги, максимум 13 часов, но тут уже... Я так понимаю, что просто, наверное, сложности воспроизведений чисто железные с плеерами. Я тут не могу сказать, потому что я искал ответа, честно говоря, я не нашел его, но 13 часов и все. Честно говоря, не напрягает, потому что большинство книг максимум в 2 файла укладывается. Вот. И не вижу особой проблемы. Ну, вот, все. Мы здесь выбрали, после этого мы нажимаем, и она пошла кодировать. Но мы кодировать не будем. Все. Вот, таким образом... Да, кстати, предположим, тут еще есть такая удобная вещь, как сохранение проекта. Если мы сейчас все собрали, нам долго увозимся, у нас много файлов, мы что-то думаем, переименовываем, некогда. Мы сохраняем проект, мы просто из программы вышли, потом мы просто запускаем файл проекта, и он, то, что мы уже делали, подхватывается. Все, то есть вся наша работа, она сохранилась, все, что мы делали. Вот это довольно-таки удобно, когда какая-то большая возня получается. Вот. То есть чем хороша, еще раз обозначу, именно вот это платная. Из тех, что я рассматриваю, делатели книг, это единственная платная программа, она хороша тем, что, как я уже сказал, во-первых, а, можно поставить обложку, не всех. Ну, опять же, с обложкой проблем нет, и всегда в IT все можно добавить. Но самое-то главное, это вот корректная работа с главами внутри. То есть назначить на каждую главу книгу может только эта программа. Вот. Вот так вот возиться с объединением и так далее, тоже только это. То есть, опять же, очень вот много вот таких нюансиков, да? Как и вот тонкая настройка, опять же, файла на выходе. То есть программа хорошая, 10 долларов, я считаю, правда, это абсолютно полностью. Вот. Далее. Есть аналог этой программы, недавно появившейся, меня очень сильно порадовавшей, в Mac App Store, бесплатной. Вот. Она умеет чуть поменьше. Так, давайте. Где наша Катя Гордон? Будем издеваться от Катя Гордон. Все над ней издеваются, мы тоже поиздеваемся. Так, где там у меня валялось? Вот она. То есть, соответственно, тоже забрасываем сюда. Вот мы забросили, вот он тоже расставил все это безобразие. Можно, да, таскать. Точно так же можно таскать. Вот. Единственное, что тут чуть более хлопотно вот все из меню делается. То есть добавить содержимое, там еще что-то делать, там вот это уже возня идет здесь вот объединить, разделить, пронумеровать и так далее. Это все вот уже вот в меню главы. То есть, вот честно говоря, если не показать нее пальцем, многие не найдут. Потому что там-то как-то сразу же тут же все перед глазами, да? А тут они его прятали вон туда, и надо еще догадаться его там найти. Вот. Ну и, собственно говоря, все остальное почти то же самое. Здесь вот мы добавляем обложечку тоже. Вот. Тоже пишем название, автора пишем. Все почти то же самое. Нажимаем конвертировать. В настройках здесь чуть победнее. Указано только сэмплирование и битрейт. Размер файла. А везде. Это везде. Это общий стандарт. Это не стандарт программы, это стандарт файла. Он просто не распроизведется. Вы можете... Я встречал программы деятельные, в которых нету ползунка. И ты можешь по умолчанию накидать его 20 часов. Просто у тебя не примет тот же самый iTunes. Он не будет ее читать. Вот. Ну, пошаруйте в интернете, может, больше повезет, чем мне, честно говоря. Вот. Я не могу ответить на этот вопрос. Возможно, очень просто. Возможно, это я, дилетант, нисколько не спорю. Может, еще потому, что меня это не очень сильно волновало. Телефон, айфон. Не будет больше 400 секунд. Ну, можно обойти, при всем при том. Вы тоже знаете. Не, а вот это что-то кнопочка справа. Где? Вот это? Послушать. Там тоже можно было. Там такая же кнопочка была. Любой может послушать. Ну, предположим, вот тут у нас статеги он подходил, потому что не есть. А у вас их может не быть. Вы на слух определяете. Не-не-не-не, это просто прослушивание. То есть, плеер. Да-да, это категордон, она жесткая. Блонд-рог, это серьезно. Вот. То есть, соответственно, вот здесь вот у нас чуть меньше вариантов, да, то есть мы просто куда сохранить. Вариант числа сэмплирования, моностерео и битрейт. Все. То есть, чуть меньше выбор, да. Ну, честно говоря, основное есть. Вот все, что, скажем так, все эти изыски, которые есть в платной программе, вот в этом плане, да, они не актуальны. В основном нужно именно библиотечный файл. Вот. А по настройке этого файла есть все, что надо. Вот. А, скажем так, чем отличается коренным образом, как я уже сказал, это более тонкими настройками работы с главами. Мы не можем присвоить здесь отдельную обложку в каждой главе. Вот. И вот тех многих вот как вот разделить, склеить вот этих сплитов, здесь этого ничего нет. Вот. Стоит ли это 10 долларов, решать вам. Я посчитал, что стоит 10 долларов. Вот. Но в целом, особенно для начала, если вы еще не уверены, только начинаете этим пользоваться, не понимаете, надо вам это или нет, ну, хватит бесплатно из Makeup Store. Абсолютно хватит. Достаточно. Вот. Есть программка еще проще. Еще бесплатнее. Вот она. Она проста. Да не знаю, в какой степени. А, пардон. Тут еще по-доброму добавлять надо. Так. Ну, уже. Вот. Собственно говоря, все. Больше мы тут ничего сделать, по большому счету. И не можем, кроме как еще задать, опять же, частоту цемплирования. И, ну, можно переименовать тут так вот руками, буквально кликая по файлам. Дабл кликом, да. Вот. И создать книгу. И тут нам предлагаются варианты. Опять же, глава. Никаких обложек она не может вам задать. Не то, чтобы на главу, в принципе, обложек не делают. То есть, ну, эти обложки, как я уже сказал, не страшно, потому что можно в этим всегда добавить. Ничего страшного. Вот. Но, в принципе, она не предлагает. Вот, на самом деле, какая тонкость. Такое ощущение, что это какой-то product placement. По умолчанию, она все книги сразу называют Joanne Керн-Роулинг. То есть, как бы, вот, такое ощущение, что Роулинг ей заплатила этой программе. То есть, изначально, вот просто, вот, тупо, как пример, именно Роулинг написано. Так. И вот, значит, здесь тоже нам предлагают сделать простой музыкальный акк с закладками или mp3. Вот. Зачем? Не понимаю. Ну, может, кому-то тоже надо. Опять же, объединить, может, несколько mp3 в один файл, еще что-то такое. Можно использовать, вам надо склеить mp3, к примеру. Ну, понятно. Переименовать и склеить их там по нормальному обувству. Ну, да, можно вот эту программу для этого использовать. Она еще бесплатнее той. Затидеваешь, получаешь карту. Да. Вот. Тут мы можем, вот, на самом деле, кстати, для этого случая тут есть очень важная функция. То есть, мы можем просто не перекодировать его, да, то есть, выставить именно как есть. Видите, первая позиция. Да. То есть, как в оригинале. Вот. Таким образом, соответственно, мы везде ставим, как в оригинале, и он вам тупо склеить mp3 файлы. Просто поменяет контейнер. Вот. Все. Ну, уж не будем ничего создавать тут. То есть, понимаете, да. То есть, вот это вот, в принципе, есть еще одна программа. Вот. Я ее в файлике указал. Но я ее не стал ставить. Хотя меня, в принципе, о этой функции спрашивают. Подон, сюда ушел файлик от меня. Вот. Я здесь ее в файлике указал. Вот она. Абук конвертер. Она делает ровно наоборот. Она разбирает. Берет этот файл, который m4b, и разбирает его на отдельные треки. Стоит за это, она берет 35 долларов просто. А почему делали эти файлы архив какой-то? Нет. Ну, это тот же сабер образ. Мы говорили музыку об образе диска. Я же тоже. Вы же видели, что я брал образ диска, бросал его, и мог из него выдернуть отдельный файл. К примеру. Нет. Книга, по сути, это и есть один файл, просто внутри лежит еще один текстовой файл, на котором прописаны метки. Может, на самом деле, это сплошной файл. Это не отдельные файлы в контейнере, как предположим, там, не знаю, несколько файлов в матрешке. Нет. Это один склеенный файл. Просто там лежит еще текстовой файл, на котором написано, что с такого-то по такого момента это одна глава, с такого-то по такого момента это вторая глава. И он именно исходя из данных вот в этом, ну тайм-код по большому счёту, вот он по этому тайм-коду и бегает. Нет, 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 всё не так легко и просто на самом деле. Это один файл, вот именно сплошной целый файл. Есть архиватор? В смысле архиватор? Пограмм для... Пограмм для... Пограмм для... Пограмм для... А, зачем? Попробовать открыть. А, открыть его как... Нет, для этого просто контейнер MPEG-4 можно его открыть. Какая проблема? МPEG-4 есть. Открывать какую-нибудь программу для раскрытия этого контейнера и наблюдать. Там у него один файл. Один файл, да. Да. Так это он и есть. Просто разница между M4A и M4B в наличии ещё одного файла с тайм-кодом, будем так говорить. Больше никакой. А в всём основном это он же и есть. Разница контейнеров. Просто в том контейнере, если, скажем так, в том контейнере ещё один файл, да, M4B, ещё один файл именно с информацией лежит. В котором уже именно запиханы вот ещё картины, кто-то напихали, они там лежат, да. Вот. И лежат, опять же, метки, куда эти картинки ставить. То есть вот именно важно информационный файл, где всё прописано. Где у вас там какая глава, к этой главе ставить что там, какую-то картинку или не надо ставить и так далее. Это вот в информации. А в всём основном это просто обычный файл. Вот. А вот эта программа за 35 долларов именно позволяет разобрать обратно. Потому что часто вот мне там люди спрашивали, писали, мы очень много, что ну вот я где-то там, там украл книгу в интернете, которая M4B, у меня какой-нибудь дурацкий кованый, я не умею на нём слушать такие файлы, как не превратить её в гору фарша. Вот, ну вот, пожалуйста, тоже хороший вариант. А ещё вариант, вот, купить за 35 долларов программу и распилить её на обычный файл. Всё. И развлекаться таким образом. Ну, вот это то, что касается аудиокниг. Начнём с слушать аудиокниг, я уже сказал. Очень много плееров поддерживает этот формат. Не так много, как MP3, но довольно-таки много. В частности, вот удобнее всего, конечно, это iTunes, естественно, потому что у него есть там именно специальный раздел главы и так далее. И главный просмотр обложек и всё остальное. Ну, опять же, не забываем, что, по-видимому, такой лёгкий реверанс, что на Windows Media Player поддерживает ровно точно так же, точно так же, с производителями обложки и так далее. Вот, всё то же самое, никакой разницы. Так, теперь другая волшебная вещь. Я хочу буквально два слова сказать о такой штуке, как интернет-радио. Сейчас вообще, в наше время, как я до этого говорил, что сперва я там был каким-то большим коллекционером, собирал какие-то виниловые диски, потом какие-то позднее компакт-диски, там, естественно, у меня было вообще страшное количество лент, я всё это потом оцифровывал. А последнее время зайти вопросом, зачем мне даже уже вот это нужно, даже уже вот этот цифровой архив, ну, хоть чёрт он не нужен. Потому что, если есть нормальный толстый интернет, ну, даже какой-то средний интернет, то зачастую меня абсолютно устраивает то, что называется интернет-радиостанциями. Ну, больше по-жёсткими. Наши, конечно, сильно отстают, есть неплохие. Ну, вот есть моя любимая, это радио 801, московская, да, которая делает очень хорошие свои программы, текстовые и музыкальные, и так далее. Ну, их много, опять же, смысл говорить нет, у каждого какие-то свои любимые. Та же самая Ультра, которая ушла в интернет из эфира и так далее. То есть их очень много, на самом деле. Поэтому я хочу, на самом деле, обратить внимание всего на две программы, значительно больше. Их в разы просто больше. Те, которые мне кажутся интереснее, опять же, за каких-то своих фишечек. Я не буду о радио шифте говорить, там, на одном человеке посмотрел, не буду про него говорить. Но я буду говорить про программу, которая сделана теми же авторами. Вот, но не радио уже. Точнее, тоже радио, но другое. Начнем сперва именно с нее тогда, в каком случае. Предположим, вот, ну, слушать музыку, потом еще и там вернемся, но вы тут все решили вдруг нарушить авторское право, вот, и устроить свое интернет-радиостанцию. А можно же не нарушить авторское право. Мы решили там гонять свою музыку, рассказывать какие-то свои истории и так далее. Мы решили создать свое Эхо Москвы или свою Ультра, грубо говоря. Вот, для этого вы тратите совсем немножко денег, если, по-моему, 40 долларов, мы потом посмотрим, и берете вот на Искаст. Шикарная программа от производителя того же самого радио шифта. Причем она проста до безобразия. Ей может пользоваться как совершенно неопытный человек, так и более продвинутый. Потому что все, что вам нужно, когда запускается программа, когда запускается программа... А, кстати, еще хочу заметить, что очень важно, чтобы у вас был постоянный EPID, то есть потому что вам нужен адрес, который будете выдавать там, или вешать сайте. А? Ну, самое главное, чтобы он был постоянно один. Если у вас будет какая-то чума постоянно со сменным адресом, вы должны будете все время выдавать своим слушателям новый адрес, а вас быстро покинут. Это все нюансы. Самое главное, чтобы у вас была некая ссылка на сайте, по которой кликнув, ваш можно было начать слушать. Если вы устраиваете сложности, это уже другой. А уж каким образом вы этого добились, это уже 12 вопрос. Самое главное, чтобы это была одна и та же не меняющаяся ссылка. То есть, что мы имеем? Для начала мы выбираем источник. Источник, ну, для начала, тут есть три варианта. Первый, это какая-то программа. Вот, мы выбираем программу. Она может быть любая. Я тут просто пробовал на трех. Это может быть iTunes, то же самое Vox, Quok. У меня Quok выбран. Она, то есть, транслирует то, что вы слушаете в данный момент. То есть, вы выбираете просто тупо какой-то обычный плеер, которым вы пользуетесь. Можете выбрать, да, источник звука. Это может быть микрофон, это может быть какой-то микшерский пульт, где вы можете делать полноценные миксы в эфир. То есть, речь одновременно с музыкой, с несколькими человеками, да, все что угодно. Выбрали нормальный микс, выдали его сюда, и не вопрос, ведете нормальную трансляцию. Вот, то есть, соответственно, у вас вариантов очень много. И я думаю, свои 40 долларов она оправдывает, честно говоря. Потому что кто-то, кто еще на этом попытается заработать, он отобьет их очень быстро. Может, ведь можно рекламу гонять, не забывая, если вас будут слушать. Вот, то есть, мы выбираем источник. Дальше, на следующий мы, соответственно, задаем название нашему, нашей радиостанции. Ну, у меня она тупо по умолчанию названа. Можно назвать как угодно. Радио Трикита или радио Дипэпл, грубо говоря. И вещать оттуда там новости маковских каких-то штук. Да, ради бога, да. Там новости серверные, очень интересно, действительно. Вот, прописать жанр, прописать сюда, предположим, аську какую-нибудь или какой-нибудь другой, там телефон для обратной связи. То есть, ну, какие-то данные, там, описание канала. Вот здесь вы прописываете информацию о том канале. То есть, человек, который подключится по вашему потоку, информат, там, у него на лейбеле высветится. Там есть другая история, мы к ней перейдем дальше. Вот, то есть, вот здесь просто это вот те, которые, то, что называется, как теги в файле музыкалом. Да, то есть, это вот основные ваши теги. А вот то, о чем мы говорим, RDS, да, то есть, это здесь вот делается. Вот, здесь это настраивается уже. То есть, мы подцепляем либо необходимые уже там папки с данными, либо еще что-то такое. Вот, это уже здесь. Здесь мы устанавливаем именно качество нашего вещания. То есть, либо на основании там пропускного канала, либо просто выбираем ручную, и там сами уже выбираем, какое у нас тут будет там качество. Конечно, не советую, то есть, 120 ставить для сети. Вот, 128, как бы, стандартное. Вот, да, то есть, выбираем уровень, ну и так далее. То есть, вот здесь вот мы настраиваем именно само звучание. Здесь мы настраиваем само звучание. Все, по большому счету готово. Вот, мы даже можем начать вещание. Наш адрес такой-то, ни дома, ни улицы, наш адрес, Советский Союз. Выбираем вот эту ссылку, копируем ее. И все, что нам теперь нужно, это запустить вещание. Он запустил тог. Мы запустили музыку. Все, мы в эфире. В данный момент Radio DePepal вещает. Вот, в данный момент оно вещает. Ну, мы уже в эфире. Ну, если мы сейчас кому-то отправим вот этот адрес, то кто-то сейчас нас будет слушать. Я могу перейти с вещания на микрофон и всю нашу, кстати, на статистику взять на заметку товарищам, организующим семинары, что можно делать прямое вещание, легко и просто. Да-да-да. Потому что зачастую многие вещи достаточно просто слушать. Вот. Пожалуйста, 40 долларов, и у вас прямой эфир. Как ты любил, ты пригубил, погибели, не в этом деле. Так, это мой эфир. Так, это мой эфир. Как ты любил, ты погибели. Пожалуйста, товарищи с зала уже наш слушает. Наш первый слушатель. Первый слушатель нашего радио. Поаплодируйте, пожалуйста. Итак, вот. То есть, Radio DePepal сегодня первый день вещания. Отмечаем. Так. Останавливаем бродкаст. Все, эфир окончен. Вот это та волшебная вещь, которая может вселить, как говорится, любого человека некую творческую такую вот энергию и дать ему возможность почувствовать себя, не знаю, каким-то ведущим, еще кем-то, реализовать как-то. А для начинающих музыкантов возможность реально еще и постоянно знакомиться с ним творчеством. Все, что нужно. 40 долларов на эту программу постоянно в ключе Дэймак, как говорится. И ваша музыка всегда в эфире. Да, статичный эпид. Ну, это за копейки сейчас стоит. Это все может обойтись за очень маленькие деньги. В Москве, по крайней мере, это можно организовать за скромную сумму в 300 рублей. Ну, я про Москву и говорю. Широкий канал. Широкий канал. Широкий канал. 300 рублей. 10 долларов. Это самый еще и постоянный эпичник хороший. Может дешевле даже найти. Можно саму создать его, собственно говоря, с помощью НАТО и так далее. Много разных вариантов. Это все 12-я уже история. То есть, как бы, это все можно сделать. Самое главное, что она проста. То есть, по большому счету, вот эти все манипуляции, которые я рассказал, это можно даже ничего и не заполнять. Можно по умолчанию. Потому что по умолчанию 128 стоит. По умолчанию он сам даст название по имени вашего этого самого компьютера и так далее. тут вот сайт свой можно не прописывать. Но это все не обязательно. То есть, если вы обычный пользователь, вы просто вот здесь выбрали программку, которую вы слушаете и нажали Broadcasting сразу же и все, и больше ничего не надо. А все остальное это для тех, кто хочет действительно сделать все красиво. Предположим, те же самые регулярные вещать лекции. То есть, к примеру, по этому принципу, кстати, вот работают некоторые институты. Мне очень нравится, радиофакультет одно время так работало. Они вещали прямые лекции из МГУ. Я очень часто слушаю, сейчас что-то с ними случилось, что-то нет в их вещании. Ну, в принципе, да, наверное, оба украли в МГУ. И, собственно говоря, больше ничего не надо. Но это вот то, что касается вещания, да? Пиратское радио, то есть, я помню, вот была советская власть, многие люди, еще очень по-хитрому делали пиратские арестанции, прятались где-то на чердаках, там прятались еще черти где, вещали оттуда всякую музыку злобную. Да, 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 да. А вот сейчас все очень просто. Нужен маленький ноутбук даже какой-нибудь, куда я тебя спрятал к себе в стол, и ты уже вещаешь какую-нибудь там, не знаю, антиправительственную пропаганду, сидя и работая в Кремле. Вот, не вопрос. Поэтому, соответственно, упрощает жизнь техника. Ну, а для того, чтобы это все дело слушать, я, в принципе, порекомендовал две программы. Вот, одна подороже, другая подешевле. Вот, вот эта программа, которая называется Radium, она мне очень сильно нравится, я, собственно говоря, выбрал для себя именно ее, как основную. Сейчас она, причем, продается по приятной цене в Mark App Store все за 10 долларов. Она хороша тем, что она, по большому счету, очень проста. Запустив ее, она, кстати, долго запускается, почему-то. Вот, всегда, сколько вот я ей пользуюсь, ну, как, где-то, довольно-таки давно уже пользуюсь, наверное. Ну, как давно. недели три пользуюсь. Недавно я пользуюсь. То есть, сам снов-тейпом пользуюсь дольше. Вот, запустилась. Она вот, все, что у нас есть, это вот такая маленькая иконочка в меню баре, вот, в котором мы можем либо поиском искать нужную станцию, либо вот добавить это руки, я сам добавил станции, которые мне нужны. И по клику на эту станцию, собственно говоря, она и начинает вещание. Ну да. А, она вещает такая, просто я же звук-то убрал. радио работает. Сейчас мы ее установим. Так, это она у меня тут еще открывает сайт, потому что тут можно настроить, чтобы еще был сайт радиостанции, можно было перейти по клику на сайт. Вот. То есть, соответственно, тут мы просто добавляем, здесь есть импортирован станцию по Урлу, и тут можно внести два потока. Во-первых, поток основной более высокого качества и поток более низкого качества станции имеет. На тот случай, если у вас, мало ли, не очень, не то, что не очень хороший, а на данный момент нестабильный интернет, то она переходит с более широкого на более, скажем так, упрощенный поток. Можно прописать ключевые слова, там, станцию, саму адрес сайта и так далее, дополнительные функции. Ну и слушать ее. Вот. А также можно просто по поиску найти любую станцию в сети, которую хотите, там, не знаю, не знаю, но у меня, я, честно говоря, те, что узнал, станцию уже добавил, там, какое-нибудь русское радио поищем. А, кстати, детское радио, оно, в принципе, есть, давайте попробуем. Ну, сейчас посмотрим. Еще, как оно написано, очень вопрос. Потому что некоторые станции, предположим, я эту человеку тоже предложил эту программу, мы ему сказали радио «Дача». «Дача» интересная машина, «Эча» вторая ни о чем. А, да, это он серебряный... Никита, ты посоветовал мне... А детское радио он ищет. Потому что еще, как оно написано, вот чем вопрос. То есть, как они сами его написали в тех самых настройках, в которых мы говорили. Ищет, ищет, найдет или нет, неизвестно. Попробуем просто детское еще поискать. Попробуем детское по-английски написать. «Да шо ж такое?» «Слышь...» «Так...» «Ого...» «Он нашел...» «Притом, что-то совершенно не то нашел. Нашел какое-то совершенно другое радио из Берлина». «Вот...» «Ну, не нашел. То есть, надо как бы просто смотреть... И его надо по-разному искать. Я, честно говоря, те станции, которые слушаю, я и так знаю, откуда взять адрес. То я просто добавил то, что мне надо. Как аналоги сетевые эфирных станций, так и чистое интернет-радио. Абсолютно хорошо работает. Проблем особых нету. Десять долларов, я считаю, как бы оптимальный вариант. И самое главное, вот сидите в меню баре, как говорится, и никому не мешает. Можно настроить, чтобы автоматически запускалось, а можно, чтобы не автоматически. Я вот вручную запускаю сам. Особых изысков нету, так они для радио не нужны. Вот. Есть другая еще, о которой стоит поговорить. Так, вот тут это нам все не надо. Это нам все не надо. Вот. Радио. Ну, вот, собственно говоря, ну, ты. Она от программы радио отличается тем, что она значительно больше по размеру. У нее есть интерфейс. Вот. У нее, собственно говоря, все остальное то же самое, за тем исключением, что она может писать радиоэфир. И более того, она может его писать, разделять на основании РДС на треки, прописывать теги, экспортировать в iTunes, там, создавать альбомы и так далее. Вот. Тоже долго запускается. Ну, опять же, может, долго запускается, потому что у меня жутко забит всяко дрянью боевой ноутбук именно для рассказов, показов, все остальное. Там много всяко дрянь стоит, которую надо выбросить. Демонстрационных программ, которые уже не работают. Ну, собственно говоря, Real Audio точно, MP3 точно, этот самый, как же его, господи, Windows этот самый, да, 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 тоже есть. Как и Radeon, как и Radeon. А есть же всякие экзотические. Я несколько раз сталкивался, дело даже не в потоках, не все виды плейлистов, он понимает, потому что транслирует плейлист. Вот. Некоторые сталкиваются с плейлистами, которые приходится с трудом ему скармливать всякими хитростями. И самое главное еще, какая штука, что-либо из него выдрать потом, тоже не так просто. Он экспортирует в своем сокращенном формате. То есть он создает свою ссылку, которую понимает только он же. То есть, в принципе, вот скормить ему, ну да, скормить ему поток несложно. А вот, предположим, вот есть станции клевые, которые я бы себе хотел сохранить в нормальную, ну вот выдрать. Ну, я хитростью, я хитростью вытаскиваю их на самом деле. Вот. Но это приходится все действительно через грабли, это все приходит через бубен. А вот так, чтобы просто взять и вытащить поток оттуда, как с того же радиома, то есть я посмотрел, вытащил и поставил сюда. Это уже не так все просто. Но она пишет. Она пишет хорошо. И, соответственно, тем, кто хочет заниматься пиратством, то есть красть, предположим, музыку из сети, из радиостанции, вот сам бог-то делал. есть программа, вот такая программа, тут вы откроете, аид в каком-то, вообще, она по папочкам по времени как-то вывод, или там, где-то неизвестно, неизвестно, неизвестно. Ну вот она практически так и есть. Она по RDS разрезает, и вот именно понимать, где началась, где закончилась, она обрезает. Ну вот тут очень корректно. В этом плане она хороша. Но так как меня совершенно не интересует запись сети, то я вот себе именно радиум. Я купил себе радиум лично для себя, и она меня радует. Ну, раз уж пошел такой вот разговор про всю эту музыку, я, наверное, еще буквально недавно для себя открыл. Кстати, радиум, еще чем интересно, оно поддерживает пульт, е-болочный пульт. Очень удобно, в принципе, можно где-нибудь лежа на диване запустить и остановить там любой звук или еще что-то такое. В принципе, когда ты ходишь по комнате, у тебя это как радиоприемник работает, это актуально. Вот. Так что, может быть. Вот. И я недавно для себя в том же самом Mac X Story нашел программу, которая называется «Чуть ли не спина». Вот. Она, по большому счету, делает то же самое, что встроена радио в iTunes. Да, да, да. То есть, оно просто, ну не совсем так. Если в iTunes там просто по жанрам разложены радиостанции, которые вы слушаете, тут все очень по-хитрому. Эта программа делает некий микс. Вы включая и выбираете жанр, предположим, джаз, вот. И она сама из разных потоков разных радиостанций делает микс, постоянно переходя с одной на другую. А вот... Как она анализирует, ну у нее получается очень здорово, на самом деле. Я вот слушаю ее неделю и очень доволен. И вы доволены качеством, которое звука она выдает. И как она делает подборки. Более того, у нее во время послушивания выдается с обложечкой линк на iTunes. Да, на iTunes. То есть, соответственно, нам все, что надо, это выбрать жанр. Заиграла. Последняя. Опять же сейчас звук. Вот. Видите, выдает обложечку, можно кликнуть и перейти на iTunes. Да. Вот. Вариант, вариант жанров, как говорится, выбираете просто какое-то направление музыкальное. Молодцы. Программа бесплатная. Программа бесплатная. Mac App Store. Ну, у нее какой минус? У нее совершенно нет никаких настройок. То есть, в принципе, никаких настройок. Ну, мало ли, покрутить хочется. Вот. И она не работает с пультиком. Вот мне не хватает, отличает радиома, который работает с пультиком. Нет, звук на самом Mac работает. У нее, предположим, у радиома, у нее свой регулятор, как на плеерах. То есть, она регулирует не маковский системный звук, она регулирует свой звук. Это иногда принципиально. Я не хочу на всех программах звук выбирать, я хочу на ней управлять звук. Это не одно и то же. Вот. И, предположим, я не могу только здесь на подойти. Нет, ну, может быть, она молодая. Посмотрим еще. На самом деле, она хорошая. Она хорошая, и я, в принципе, наверное, ее порекомендую. И, собственно говоря, наверное, на этом сегодняшнее безобразие может закончить. Если есть какие-то вопросы... А, кстати, я же еще обещал поговорить по поводу законности всего этого ГАСТа. Вот. По поводу законности я практически на каждом мультимедийном семинаре говорю о том, что покупая диск, покупая диск, ваша основная задача не заниматься его тиражированием, то есть не нарушать копирайта. То есть, если вы купили диск, вы вправе сделать все, что угодно. Вы можете поставить на него чайник. Вот. Можете, не знаю, там, подложить его под цветок, под ножку стула, там, или стола. Это ваше дело. Можете скопировать его к себе на компьютер. К себе на компьютер. Когда вы отдадите файл другому человеку. Отдадите, неважно. Факт получения прибыли не регулируется тем, что... Если вы дали просто даже диск послушать, вы уже нарушили такая разница. А почему это? Нет. Это ваш диск, именно вы вывалили с ним делать все, что угодно. Выкинуть его мусор, право и так далее. Вот именно по этому поводу с вами будет долго спорить в суде. Вы нарушили право, потому что... я согласен, потому что на самом деле эта тема очень сложная. Эта тема очень сложная. Именно поэтому, когда происходят судебные процессы, одни выигрывают, другие проигрывают, зависит от того, у кого юрист более аргументирован. Потому что на самом деле вот четкого, четкого такого нет. Все что угодно. Да, иногда и судья. Причем не только в России, хочу сказать, что такие сложности с судьями, особенно в области авторского права, сейчас это буквально новый вид бизнеса. Потому что по, опять же, экспертным оценкам, за последний год намного больше заработали авторы на судебных процессах, чем на продаже прямого контента. Так что сейчас многие как раз держатся за юристов, которые буквально заточены на таком утапливании человека. И они как раз насчет ваших подарочков быстро вам объяснят, что вы нарушили. Потому что тут... Получается, я вот, допустим, с радио играть не имею право копировать себе. Не имеете. А те же, бухеры, которые вставляют на копировку? Вот тут очень много нюансов. Потому что на самом деле уже, да, само радио вещает музыку, оно как бы заплатило какому-то рау. Нет, нет, я рассказываю. Вот оно заплатило рау за что? За то, что нам вещает. Но само радио ставит вещание в интернете, оно уже нарушает авторское право. Потому что они не платили за этот вид авторского права. Публичное прослушивание. Публичное прослушивание в эфире. А вещание в интернете это другой вид объекта авторского права. А чем решается вещание в интернете? Нет, это точно такая же история, как у нас разделяется. Предположим, я сам зарабатываю на том, что продаю объекты авторского права для телевидения. Одно дело, предположим, я продаю телевидение для эфирного открытого вещания. Но если это же телевидение еще вещает на спутник, они у них покупают отдельные права. А если вещают по кабельному в городе, они покупают отдельные права. Это очень сложная история, поэтому все не так просто, как кажется. Это не совсем на воздухе на самом деле. Это тоже холиварная тема, которая очень много обсуждается. Я не могу принять какую-то сторону. Я не являюсь противником торрентов. Я являюсь противником ребят и киосков, которые торгуют дисками на улицах. Торренты не приносят столько зла. Я являюсь противником именно их, потому что... Мне очень странно, когда считают, что писатель и музыкант не кушают, не какают, не дышат. Ему тоже нужны деньги. И он не может писать просто потому, что он пишет. Музыкант тоже хочет жрать, извините меня. И он должен получать деньги за свой труд. И меня, честно говоря, сильно раздражает. Это когда человек поклоняется музыке Бориса Гременщикова и ворует его музыку. Поэтому в этом случае... Это другая история. Я об этом тоже очень много записал и подкастов, и очень много выступал. Потому что, к сожалению, Россия специфическая страна, где нет iTunes, где нет нормальных магазинов. И даже государство за каким-то чертом утопило Алов МП-3 вместо того, чтобы заставить его работать так, как надо. Который нормально работал и даже выплачивал авторам гонорары. Потому что, на самом деле, ладно Москва, ладно Санкт-Петербург, ладно Екатеринбург или Нижний Новгород. Но есть города, в которых мне по работе придется бывать. Там даже пиратских дисков не найти. Это даже не стоит, его просто не найти. А если мы говорим об авторском кино, если мы говорим о какой-то, не знаю, авторской музыке и так далее, это просто нереально. Да. Поэтому, соответственно, торрент действительно ближе. Потому что в какой-то даже деревне, благодаря спутниковому интернету, в деревне, в тайге, намного проще скачать из торрента. Поэтому я говорю, что сейчас... Ну, на Кипре, да, странно, люди качают через мегафон, это другая тоже опять же история. Это очень странные люди. То есть, то, что касается именно, как я уже сказал, именно этого авторского аспекта, что, по большому счету, когда вы покупаете диск, вы заплатили за то, что этот диск есть. Вы заплатили автору. Я знаю один хороший пример, который я привожу. Мне очень нравится. Не будет считано это матом, но это так. Предположим, мне нравится, как подходит господин Элидар Мактазин. Он качает фильмы из интернета, а если они ему нравятся, он идет и покупает их потом на диске. Диски не смотрят. Просто ему неудобно смотреть на дисках. Я таких людей знаю много. Это правильная позиция, кстати, считаю. Он не потому, он не сначала качает, он, предположим, хочет фильм, он его покупает на диске. Диск просто валяется где-то дома на полу, не распечатанный. А фильм он смотрит на своем айпэде. Это другая, это опять же чисто российская история, к сожалению. Да, есть такая, она снова появилась. Она снова появилась. Был период, когда мы этого изжили. Потому что многие пираты, все, вот я об этом всегда говорю, все издатели, это бывшие пираты. Все издатели бывшие пираты. У вас там прошел период в российской истории, в конце 90-х, когда пираты посчитали, что им уже не гоже быть пиратами, что им хочется выходить. Не в этом даже дело, сколько денег заработали. Можно и дальше было заработать таким образом. Потому что им хотелось выйти на другой рынок. И им хотелось другого статуса. Потому что все книжные издательства, это пираты, бывшие спекулянты и пираты. Все аудио- и видеоиздательства, это бывшие пираты. Все, по-другому невозможно просто. Просто они поменяли статус. Но, увы, на сегодняшнее реалие и то безумство, которое троится в российском авторском праве с 2004 года, со всеми изменениями, которое только делает хуже авторам и лучше пиратам, на самом деле. Поэтому, соответственно, многие посчитали, что если государству, собственно говоря, это пофигу и государству нравится пиратство, то нафига нам-то быть? Нас все равно в ГТО не пускают. Глубо говоря, зачем нам это нужно? А здесь все равно пиратам быть не страшно, но и будем пиратами. Поэтому, к сожалению, это снова та же история появилась. Да, согласен. Я с этим сам сталкивался, потому что я просто иной раз видел в магазинах, не называя торговых марок, дабы не привезти никому неприятностей, я видел диски, которые откровенно пиратские. Не дольше их купил, я просто сразу вижу, что это пиратский диск. Во-первых, я просто знаю, что этот диск не выходил. Точнее, давно не выходил. Его издавали одни мои знакомые. Потом просто компания сейчас уже не существует, права никому не передавались. А диск уже в новой бложечке стоит. В новой компиляции там по-другому собрано. И так далее. То есть, да, я вижу периодически, это есть. Но, опять же, это не та тема. Мы говорим о том, что вы законно купили. И хотите это законно использовать, если хотите. Не хотите, это ваше право. Я не могу ничего сказать на этом случае. Вот. Собственно говоря, есть вопрос? Кто? Нет, там есть потоки, но там намного удобнее то, что я показал. Там есть потоки обещания тоже. Можно строить. Я согласен. Но за удобство... Вот как я уже сказал, предположим, с производства на радио книг. Есть бесплатные аналоги. Я купил за 10 долларов. Удобнее. Нет, ну все-таки там абсолютно даже не подготовленному юзеру, там все просто. А тут нужны большие инструкции, нужно там уже определенное знание. Нет, это малечко не та история. Можно. Есть и другие варианты. В свое время люди там в Винам к нему прикручивали специальные программки для вещания. Там это все делалось. И такое радио люди создавали еще в конце 90-х. Нет, ну просто это все сложно. Это делали гики. Сегодня же наша программа была заточена в основном для начинающих. Поэтому мы вот все эти сложности сразу же отметаем. Я старался говорить о тех программах, которые человек, то что называется, может пользоваться без какой-то подготовки, без знаний физики, электроники, как говорится, не являясь программистом, каким-то гиком и так далее. Простым, нормальным человеком. Это основная задача. Человек, который сегодня купил Mac, до этого не знает, а может он вообще просто только бумажные книги читал. Его задача вот тут какие-то вещи. Начать сразу же буквально включить и пользоваться. Потому что я считаю, тот большой плюс именно Mac, в отличие от того самого Windows, ты можешь его скупить вот здесь в магазине и прямо тут же начать им пользоваться. Все основное будет уже на месте. А какую-то мелочь бесплатную ты накачаешь в течение двух-трех дней, если ты знаешь здесь. Не совсем так, но это тоже, опять же, холивар будет. Вопросов нема? Пишущий кто? Ну, я, собственно, нет смысла записывать. Я подкрыл файлик, который могу вам отправить по e-mail или там на флешку. Как видите, это традиционная моя история. Там все ссылки, откуда брать. Все, закругляемся. Все, закругляемся.